День, соответственно, у нас, соответственно, РТО Мира, кафедра КБ-5, соответственно, по, называется она у нас аппаратно-программное и математическое обеспечение вычислительных систем, и, соответственно, у нас, как бы мы разработали, соответственно, образовательные программы, как раз касаемо подготовки, наверное, самой проблемной, наверное, в области, собственно говоря, в Российской Федерации сейчас, да, связанной с тем, что сейчас мы должны переходить на свое отечественное ПО, и, ну, естественно, как раз проблема связана со всеми системными делами, да, и, соответственно, IT в технологиях и так далее. Вот, поэтому, как бы мы об этом вообще, в принципе-то, в свое время, когда это все дело организовывали, мы, конечно, об этом особо-то и не задумывались, что это будет так, на особо, на таком уровне возникнет буквально так быстро, соответственно. Поэтому мы думали, что все у нас будет плавно проходить в процессе, но, тем не менее, соответственно, мы, когда опирались на профессиональный стандарт, во-первых, профессиональный стандарт 06-028 системный программист, соответственно, ну, и, соответственно, образовательные стандарты как раз высшего образования, это информационные системы и технологии, подготовки лакалавров, магистов, к сожалению, в данном плане мы не можем готовить пока специалистов. Но, тем не менее, когда мы просмотрели это все дело, оказалось, что мы должны подготавливать такие профессиональные знания, такие как, собственно говоря, принцип организации, значит, да, организации, во-первых, IT, значит, аппаратных вещей и так далее, архитектуры различных платформ, для которых приходится разрабатывать такие моменты, как системные утилиты, драйвера и тому прочие вещи. До этого, естественно, как бы у нас таких особых проблем, может быть, не возникало, у нас были определенные сложности, да, там, в связи с тем, что специфика, она, конечно, предполагает изучение, да, системных подходов, изучение внутренностей их операционных систем и так далее, вот. Но, тем не менее, сейчас возникла как раз необходимость ускоренного перехода на отечественное ПО и как раз, собственно говоря, изучение и отечественных, скажем так, операционных систем и так далее. Мы использовали до этого пропоритарное программное обеспечение, да, собственно говоря, оно было нам навязано, понятно, со стороны поставщиков оборудования и так далее, и мы, собственно говоря, ну, по ряду причин организации там, в общем-то, инвентаризации и так далее, мы не могли, в общем-то, от этого, от этой операционки избавиться, потому что, ну, нельзя там, поставка инвентаризации, она должна быть. Мало того, оборудование было такое, что ее просто вот поставить вторую операционку и моменты все этим возникали. Мы тоже, собственно говоря, там это все криво обслуживалось, ну, и понимая специфику преподаваемых дисциплин, не всегда можно было, скажем, дать возможность, ну, очень серьезно просто ребятам, да, проявлять, ну, скажем так, самостоятельность, может быть, где-то, инициативу, чтобы что-то где-то поломать. Ну, действительно, это специфика такая, этих дисциплин такая, что, в принципе, часто все ломается, да, то есть это и драйвера, это подвисается, это порча, скажем так, и различных библиотек и все остальное, и процессы могут быть, и, соответственно, порчены. Вот, вот мы как раз, нам хорошо посчастливилось как раз встретиться с, как раз с нашей, мы теперь партнером, я бы сказал, да, соответственно, базальтом, да, с представителями, мы, скажем, начали очень серьезно с ними взаимодействовать, и вот, в общем-то, они нам подали хорошую идею, и, соответственно, благодарим им за это, и, в общем-то, мы дальше с ними будем продолжать дальше сотрудничество как раз. И вот мы как раз, скажем, общаясь с базальтом, мы как раз в качестве отечественного ПО уже взяли, соответственно, в качестве, значит, рабочих станций, стали использовать альт-рабочую станцию операционную с установленным как раз пакетом альт-образования. Вот, но с тем, что у нас как раз установлены уже, большинство машин установлены, соответственно, в Windows, соответственно, мы эти рабочие машины, соответственно, используем как толстые клиенты, соответственно, и, соответственно, и там преустановлена операционная система уже Windows. Далее, тут еще один серьезный момент возник в том, что нам опять, ну, это уже со стороны уже получается, что подписываются определенные договора, и, соответственно, как бы вторая операционка, это уже тоже российская, это Astro Linux, и, собственно говоря, часть машин тоже нам приходится согласно договору использовать, соответственно, с операционной системы Astro Linux. То есть получается, что мы, соответственно, уже начинаем практически осваивать, соответственно, программное обеспечение, готовить, соответственно, в области системного. Соответственно, уже на боль можно сказать три, скажем так, направления операционных, развития операционных систем, это в первую очередь Windows, но от которого, в принципе, так понимаю, скорее всего, придется со временем отказаться, я думаю, это мы откажемся. Но мы сейчас больше начинаем осваивать как раз подготовку как раз именно Astro Linux и, соответственно, Alt Linux. Коллеги, пять минуток остается, можно как бы немножко к свободному углу перейти, да, тему, что там у вас такого, в эту сторону вы работаете? Вот, да, вот, собственно говоря, мы, собственно говоря, в плане подготовили, готовим такую вот, подготовили такую виртуальную среду, соответственно, у нас, соответственно, два сервера, один сервер виртуализации, второй просто Alt-сервер, соответственно, с помощью которых мы будем развертывать на толстых клиентах различных операционных системах, то есть толстых клиентов Astro Linux, Alt-ы, соответственно, для уже работе в аудиториях, различные виртуальные среды, да, которые тоже готовятся, база дистрибутивов для развертывания в Alt-виртуализации, соответственно, и ребята, соответственно, могут что угодно там ломать, писать различные вещи и так далее, вот. И плюс, соответственно, та проблема, которая все-таки с дистантом, мы уже понимаем, что некоторые ребята не ходят, и, соответственно, это, мы даем возможность тоже под домашние ребята-компьютеры тоже могут, собственно говоря, подключаться к этим средам виртуализации и, соответственно, подготавливать свои работы и, соответственно, хранять уже на этих серверах, соответственно, то есть база работ студентов, то есть они могут из любого места фактически свои работы дорабатывать, отлаживать и так далее. То есть, соответственно, в этих средах, то есть, самая проблема, как бы, получается, это сделать некую простенькую, скажем, задачу, рабочий, да, утилитка, страйвер и так далее. Для этого нужны, соответственно, виртуальные вещи. Вот. Так что, собственно говоря, мы уже, соответственно, в заключении, что можно сказать, полученное аппаратное обеспечение мы используем в рамках на сегодня вот пока таких дисциплин, как системное ПО. Собственно говоря, это в первую очередь Assembler и C, да, и, соответственно, технологии разработки как раз сопровождения системных утилит. Соответственно, у нас, конечно, есть проблемы с составлением базовых дистрибутивов для того, чтобы можно виртуализация, различные конфигурации, аппаратная платформа пытаться делать. Вот. Но пока с этим немножко проблемы, но я думаю, что со временем это мы, соответственно, решим. Вот. Ну и в дальнейшем мы планируем реализовать сетевые изучения, виртуализация сетевого окружения распределенных систем, да, то есть, собственно говоря, то, что вот, в общем-то, сейчас очень важно распределенные вычисления и, да, вот. И в дальнейшем, соответственно, развить это использование и разработки, соответственно, программного обеспечения, да, соответственно, для искусственного интеллекта, параллельных вычислений. Собственно говоря, у нас тоже есть, соответственно, кластер, да, для параллельного, соответственно, программирования, да, соответственно, вот. Но у нас там доклад завтра будет нашего представителя, да, там, соответственно, про параллельное программирование, какие там успехи. Вот. Но, тем не менее, соответственно, вот здесь у нас так пока вот реализовано. Собственно говоря, все. Спасибо. У вас вопрос возник. Контакты есть, если что? Да. Еще вопросы есть какие-то, кроме контактов? Нет.